Добрый день, уважаемые друзья, подписчики, зрители моего канала. Я приехала в Мерсин, это город на берегу Средиземного моря, на пенсию. Отдыхаю здесь и занимаюсь блогерством. Сегодня я хотела бы вам рассказать об одном интересном документе, который называется Кимрик или Икомет. Выглядит этот документ вот таким образом. Это турецкий паспорт. Это всего лишь пластиковая карточка. Для чего он нужен и что с ним делать, вот сегодня об этом я хотела с вами поговорить. На самом деле у него действительно два названия Кимрик и Икомет. Когда некоторые говорят, что нельзя так называть этот документ, то они ошибаются, потому что на титульной стороне этого документа находятся оба этих слова, и Кимрик, и Икомет. Итак, если вы решили приехать в Турцию, более чем на 90 разрешенных дней вам нужно оформлять будет вид на жительство. Сразу хочу предупредить, для того, чтобы оформить вид на жительство, вы должны выполнить обязательно два условия. Первое условие – это ваш загранпаспорт должен быть сроком, более, как бы, окончание срока действия вашего загранпаспорта должно превышать два с половиной года. Почему это нужно выполнить? Потому что в Турции, когда вы будете получать вот этот вот документ, который разрешает находиться здесь максимально, насколько дают такой документ, это два года. Поэтому и ваш загранпаспорт тоже должен быть более чем два года. И плюс полгода еще дается для того, чтобы вы могли заменить этот паспорт. Поэтому срок вашего действующего загранпаспорта должен превышать срок окончания. С момента, когда вы будете оформлять ВНЖ, должен быть более чем два с половиной года. Если у вас не получается по срокам, значит, вы должны пойти и переоформить этот паспорт. Вернее, не переоформить, а еще один паспорт себе оформить. Потому что в России разрешено оформление двух загранпаспортов. У меня два паспорта. Один у меня заканчивается в 2023 году, и новый я оформила паспорт загранпаспорт на 10 лет. И второе условие, которое вы должны знать. Когда вы будете подавать на ВНЖ, страховка, которую вы будете, медицинская страховка, она будет точно соответствовать тому сроку, на который вам и дадут вот этот вот кемлик или комет. Вот этот паспорт, турецкий паспорт. Вот такие вот два условия нужно помнить, когда вы приезжаете в Турцию. Это первое, о чем я хотела бы рассказать. Второе, когда вы получили уже вот этот вот паспорт, что нужно делать с ним? Зачем он нужен? Кроме того, что вы теперь можете находиться в Турции столько, сколько хотите. Вернее, не столько, сколько хотите, а столько, сколько здесь написано. После того, как вы получили этот документ, первым действием, которое вы должны выплатить, это завести себе сим-карту, привязанную к этому кемлику. Это очень просто. Значит, заходите и показываете кемлик, и говорите, что вам нужна сим-карта. И всё, на ваш вот кемлик оформляется сим-карта. И, естественно, у вас будет теперь турецкий, настоящий, не какой-нибудь там номер, когда вы просто туристом приезжаете, да, туристический номер. А у вас будет привязанный настоящий турецкий номер телефонный. Он нужен будет всегда при остальных действиях. Все временные пароли, одноразовые подтверждения, все будут приходить на этот номер. Дальше. Следующий шаг. Вы должны пойти в ПТТ. Это почта турецкая. И там попросить пароль для того, чтобы зарегистрироваться на сайте турецких госуслуг. Стоит эта сама процедура 4 турецкие лиры в любом отделении почты турецкой. Вы приходите, значит, оплачиваете 4 лиры, говорите, что вам нужен пароль для того, чтобы зарегистрироваться на сайте госуслуги. Вам этот пароль выписывают. Все подтверждающие вот эти временные пароли приходят уже на ваш телефон, который у вас есть. То есть без телефона на почту ходить не надо. Нужен сначала телефон, потом почта. Потом, значит, вы приходите домой, заходите в интернет и регистрируетесь на сайте турецких госуслуг. Только после того, как вы зарегистрировались, вы оформляете прописку. Я уже рассказывала, как оформлять прописку в Турции. Ну, это очень просто. Она оформляется здесь в таких учреждениях, как ГЁЧ, там, где вам выдавали ВНЖ. Еще, значит, в администрации оформляется. Неважно, где. Если у вас вдруг нет сопровождающего лица, того же, скажем, турагентства или агентства, да, которое вам помогло выкупить квартиру, значит, вы тогда можете обратиться в любой офис, который находится рядом с административным зданием. Там, по-моему, эта услуга, там, 30 турецких лир стоит. Скажете, что вам нужна прописка, покажете им все документы, там, налоговый номер, который у вас уже будет, потому что вы получили вот этот вот икомет. Потом сам икомет, потом, значит, на квартиру документы, вот эти сайт госуслуг, что вы там зарегистрировались. То есть вы все там, значит, покажете, и человек, который у вас все это примет, он заполнит заявление и вас за руку буквально отведет, и тогда вам оформят вот эту вот прописку. После того, как вы оформите прописку, это завести банковскую карточку. Тоже, да, непростая процедура, потому что многие банки Турции отказывают иностранцам вот в оформлении этих карточек. Но это нужно сделать. Значит, вы придете в банк, оформите вот такую вот карту. Если вдруг у вас не получится, найдите человека, который вам поможет все-таки это сделать. Сейчас условия меняются, в общем, в разных банках они разные, но нужно все равно каким-то образом банковскую карточку завести. После того, как вы это все выполните, у вас, естественно, будет подключаться вода, свет, также газ, если у вас есть интернет, все это вы будете заводить в квартиру. На каждый из этих видов услуг жилищно-коммунального вот этого хозяйства, да, у вас будет выдан договор, там будет номер договора, и вы заходите, значит, в онлайн-банк по карте по своей, и там уже смотрите. Там есть строка, где нужно будет, строка, которая будет соответствовать оплате каких-либо услуг. Вот вы туда забиваете, значит, номер договора, номер вот этого комета, номер своего телефона турецкого, и там уже у вас всегда будет высвечиваться та сумма задолженности, которая у вас будет создаваться каждый месяц. И также можно онлайн оплачивать. Как еще можно оплачивать услуги ЖКК? Это через почту можно приходить оплачивать, потом в магазинах тоже можно оплачивать, там тоже по номеру телефона. Но вы это не сможете сделать, пока вот эти все этапы не пройдете. Так, и последнее, что я бы хотела сказать по вот этому вот, значит, кемлигу. Когда он закончится, нужно будет подавать на переоформление. За полмесяца уже нужно подаваться на переоформление. Кроме этого, вот как бы сейчас я рассказала самое такое минимум, да, если какие-то вопросы будут возникать, вы задавайте их, пожалуйста, мне. Я буду читать, что-то вам отвечать. Если не буду знать, значит, буду отправлять на каких-то блогеров, которые, может быть, освещали вот эти вопросы более подробно. И последнее. При получении вот этой карточки, когда вы пересекаете границу своего государства, вы должны в органы миграции заявить, что вы сейчас являетесь также временно, имеете вид на жительство, в Турции. Если вы этого не сделаете, будут штрафные санкции и также есть первое уголовное наказание при доказательстве умышленного сокрытия вот этого факта. Вот такие вот у меня новости по такому обязательному документу для тех, кто постоянно хочет проживать в Турции, который называется Кимлик или Икомет. А сейчас до новых встреч, всем хорошего настроения, приятных вечеров, приятных впечатлений. Пока-пока! Всегда на связи!